Всем хеллоу! Как видим, это новый влог. У нас сегодня снова творческая съемка. Сейчас 8.40, уже должно было быть 8.10, но уже 8.40. Мы, естественно, опаздываем. Творческая съемка. С утра встала, думаю, зачем мне это надо, не могу никак вспомнить. А вот зачем это Александре и Полине, которая едет со мной, я вообще подавно не знаю. Но я у них спрашивать не буду, вдруг они тоже задумываются на эти вопросы. В общем, едем сейчас в новое венье. Снимать свадебных невест. Так, мы приехали. Знаете, что Полина невеста? Вот такое чудо, правда? Вот это поворот. Короче, новое слово. У меня тут две англичанки. Саша уже рассказывала, Саша слышала историю. Значит, татуировку мою читают в Break Room. Кремемберы. Говорят, а что у тебя написано? Я говорю, Russian worship, fuck yourself. Они такие, sorry what? Я говорю, Russian. Такие, окей. Worship. Worship. Fuck yourself. Они такие. Worship? Я говорю, ну да. Рассказываю, окей. Говорю, есть история, предыстория к этому. Подожди, подожди, не заходи. Далее скажу. Hey. Все, потом расскажу. Вот и все. Вот и все. Боже, как красиво. Oh my god. Look at this. Потрясающе. Hi, Felicia, right? Yeah. Or Felicia? Felicia? Yeah. Okay. I was close. Felicia. Okay. Where is dresses? Приехали? Отлично. Так. Так, продолжим чуть позже. Влог никто мне не снимал. Сама не снимешь, никто не снимет. Okay. Но я вам покажу результат. А вот они, жених, невеста, невеста, извините. На. Хватит еще. Хватит еще. Хватит еще. Все на. Мне сейчас не делать, будем фонтан делать. Что такое фонтан? Вот тот фонтан, который на входе. Ну, будем. Она скучит какой-то фонтан на входе. И фонтан... И ты хочешь фонтан на воде, правда? Я делаю. Да, мы можем ее подключить. У нас есть три фонтан. У нас есть три фонтан. У нас есть три фонтан. И я должна поставить воду на него, но это не так. У нас есть фонтан. У нас есть фонтан. Очень красивая. So beautiful. Я не могу без тебя поставить. Мне нужно там две руки, чтобы я пол не поцарапала. Я когда-то придумывала, это было красивее. Саша, вылазь давай. Раз, два, у тебя две секунды. Боже, вон платье. Гуча. Стой, стой. Ладно, все, уже поздно. Все, иди. Так, становись вот этот вот красиво и... И все. Смотрите, что Соня творит. Как не могла понять, что она говорит, когда я задекорирую фонтан. Ты будешь лезть в фонтан или нет? Да. Давай лезь. Полин, ну что ты скажешь, как тебе это про Мишчиня? Ну, бывало лучше. Бывало и хуже. И хуже бывало гораздо. Такая тут прям... Короче, это я никогда не была дома, мы это сразу строили как веню, как для проведения мероприятий. И она собирается, и тут эта владелица. Да? Ну, съешь. Выкупить вокруг все дома и сделать из них R&B. Классно. Да так, классно. Это фонтан. Классно. 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 а я не знала, и они же такие, думаю, бестолково, сейчас я объясню, я же все объясню, а они еще такой уточняющий вопрос, баттлшип, ну пусть будет баттл, хотите баттл, пусть будет баттлшип, окей, и потом они такие, а потом мы начинаем смеяться, почему, короче, я забиваю гугл, слово ворш, а они мне начнут спелить, типа, W-A-R, я говорю, ну да, а есть слово W-O-R-S-H-I-P, то же самое, только через O и слитно, вот вам новое бесполезное слово, которое теперь вы запомните, горши, поклонение, и я тут сижу и думаю, сколько людей у меня за все это время спросили перевод, и подумали, что я какая-то странная. ворши, ворши, как факт, я сам, да, а что нормально, тоже, в принципе, недалеко, но смысл другой, немножко, есть что еще сказать, это у меня влог короткий, и это оставлю, пожалуйста, давайте фотки смотреть, что получилось, да, это можно, да, все, поехали, 4,54, я должна была уже час быть дома, по-моему, подсчетам, я такая оптимистка вообще. Какая-то уставшая, может быть, потому что я устала, но выходные продолжаются, и это значит, что мне нужно успеть еще побыть мамой и женой, вот привезли Марину на занятия, вот что у нее сегодня рисование, на рисование, и теперь я, как покорная жена, едем в магазин. Что-то мне там смотреть, не знаю, что-то, может, настаивает на каких-то подарках. А кто я такая, чтобы сопротивляться, возмущаться и беречь? Правильно? Такие права еще женщины не выбрали, как отказываться от подарков? Нет, права у меня есть, обязанностей такой нет. Ром, там тонкая грань, я тебе буду рассказывать по ходу жизни. Окей. В общем, едем в какой-то магазин. Такие сует вообще. Так, гуляем. Мы накупили мне штанов, потрясающие вешалочки, давно их хотела, жлобилась. Муж говорит, хочу, чтобы ты радовалась. И я радуюсь. Смотрите, какие пасхальные люди. Зайчики, драконьи яйца. Зайчики, драконьи яйца. Прям очень они любят Пасху. Или это с Рождества висят шарики? А когда пасху? В воскресенье. В это? Да. Так получается, яйца будут собрать в воскресенье? Нет. Собирают всегда перед. Но... А в саму Пасху люди ходят молятся. Сначала собирают, а потом у них служба. А это мы уезжаем просто. Нет. Хотя нет, один раз я приехал, ты меня послал в церковь. Мне пришлось посидеть службу, а потом только пошли яйца собирать. Я такого не помню. Полтора часа. Я говорю, а Лита будет? Нет, она не приедет. Она просто проезжала и видела где. И ты меня туда послала с Мариной. И ко мне подошла настоятельница церкви. Познакомила. Вот наше сообщество. Вот это все. Я говорю... Ты теперь ходишь туда? Я говорю, извините, просто ради яйца приехали. Она такая на меня смотрит. А там местная комьюнити, кто в эту церковь входит. На гребли. И она во всех конкурсах хоть часто рогичек насобирала кучу. Только это закончилось, мы слиняли. Но час около сидела, я проповедь слушал. Ну видишь, как помогут. Я почему-то в этом году говоришь, я говорю, я не пойду больше в эти безымянные церкви. Нет, только пусть что-то кто-то установит, где можно просто прийти и ребенка повеселить. И вот это все. Когда мы жили там ближе, помнишь, мы эти съездили? Там сначала... Слушай, ну в крайнем... О боже. В крайнем... Да, ну можно мне сказать? Спасибо. В крайнем случае придется мне воскресенье устраивать. Значит, Экхант. Ну я думал еще вариант, что ты в горы возьмешь и детям устроишь. И в горах можно устроить. Ну у нас там будет два ребенка, это будет не сильно весело. В воскресенье можно устроить. Смотри, какой у них бакьяр с какими елками. Я в воскресенье работаю фотографом бесплатно. Бесплатно? Самая лучшая. Самая душевная. Смотри, какой, да? Вот прям... Это мне нравится. Где? Колдесак. Да, этот тупичок. Я показываю, какой у людей въезд с соснами. И вот там у них гамак висит. Это у этих забор. Это вот он заканчивается. А там, смотрите, гамак среди сосен. Или что это за деревья? И у них даже вход с той стороны. Короче, прикольный такой домик на Атшибе. Олени приходят, змеи приходят. Может даже пума прийти. Пума напала в Калифорнии за последние 20 лет, по-моему. Вот это колдесак называется, видите? Тупиковый тупик. Мне кажется, какое-то французское слово. Пума, да. Пума? Или рысь? Рысь, по-моему. Кошачья какая-то, в общем, на создание, которое у нас, кстати, тоже в горах водится. Мы поедем в следующую неделю, будем искать. Они так сидят. Они так сидят. А они тебя видят? Да. Да. А брат, один погиб, а второй инжурис получил. Слушай, она болит навалилась? Да. Ну, там может защищал, как-то может там кинулся. Не знаю, какая там была история. Дети что ли, пожалуйста, мужики? Два брата. Ну, нет, не то чтобы дети, наверное. Я думаю, давай так. Сейчас я придумаю тебе. А? Тинейджеры? Нет. Тинейджеры бы тоже сказали. Я думаю, какие-нибудь там лет двадцать плюс. Что тоже бы сказали? Ты думаешь, тридцатилетних не жалко? Тридцать плюс не сказали? Нет, вопрос не жалко. Вопрос... Ну, для драмы обычно в новости. Ты поехала, я говорю, из какого размера? Ну, такая кошка. Нет, ну, крупная очень сильная. Ну, да, такая, как ты. Ну, два... Слушайте, что ли. Ну, нам не будет вот так. Нет, ну, если ты на четверенке встанешь, то как раз. Нет, все равно я буду больше. Да? Конечно. Но вопрос, она, конечно, очень мощная кошка, она прыгает сразу тебе в шею, ну, то есть ты там ничего не успеваешь. Но вопрос их два. То есть неужели она так удачно прыгнула, что первые сразу артерию, ну, что-то такое должно было произойти? Ну, возможно. Что он не смог дальше сопротивляться? Этого мы не знаем. Это ж не лев и не львица. Они, если им сопротивление не кажется, они убегут. Алло. Привет. Израиль. Вот люди поддерживают. Ну, я к тому, что даже медведя так можно испугать. Ну, и точно. Ну, видать, что-то не так пошло. Неудачно для людей. Ужас. И эта женщина мне хочет в лес затащить все время. Вот там была дорожка асфальтированная. Асфальтированная. Это был конкрет. Это по-перше. Конкрет. Ну, такой же был. По-друге. Там живность. Да нормально. Мост в Балтиморе обрушился с помощью баржи. Вообще непонятно, как это все. Ну, следствие коллизии. Ну, не могу сказать слово. Благодаря. Вот с помощью туда же. Благодаря. Короче, непонятно, как это произошло. Но вроде бы как. Хозяин вот этой вот баржи. У него уже было три уголовного дела. Три по нарушениям. Там, короче, он какой-то злостный злоумышленник. Не факт, что он конкретно вел эту баржу. Не факт, что не он. Да. Но я тоже видел новость, что в 2016 уже эта баржа что-то такое творила. Ну, короче, очень страшно. Особенно почему-то за... Ну, не почему-то, а за машины. Потому что... Потому что стоящие на мосту машины, которые обвалились в ледяную воду. Потому что себя проще представить в машинах, чем на барже. Которая тоже... Я не знаю, баржа затонула или нет? Не знаю. Так, не повреждение. Полина сказала затонула. Да? Ну, она могла и придумать. Какой человек? Ну, мы такие люди, кто нас... Никто не ограничивает нас. Не должна была. Она же отсекла. Сколько отсеков надо пробить, чтобы затонула баржа. Поедем в лес? Нет. Скоро едем в лес. Следующий влог будет из лесу. Всем пока. Нет. Будет занять ложки. Можно вас снимать? Здравствуйте. Кися. Как наша кися. Боже, какой зайчик великолепный. Ты сегодня сама снова была? Да. Собаки. Сегодня на день собак. Я была сама, и поэтому они... О, кружка. И потом можно было нарисовать, что я хотела. У меня правило, когда приходят один или два ребенка, они могут изменить существующую тему на один любой из прошлых рук. А, окей, отлично. Но это уже не было. Просто... Это был... Это очень красивый зайчик. Это такой прям bunny Easter bunny. Это просто был очень близко с карточкой, которую мы делали. Да? Да. Очень красиво. Мы только сегодня приклеили. Так, хорошо. Завтра 8 вечера, может быть, скотч снять и уже пользоваться. Супер. Очень красиво получилось. Могу клеить, чтобы показать. Сейчас. Очень красиво. Но сейчас пока может сдвинуться. Поэтому сейчас лучше приклеить. Потому что у нее хороший клей? У меня был мгновенка, но этот клей просто не схватывает сразу. Окей. Он это двухкомпонентный эпоксидный. Он очень классный. Он хорошо держит, но ему нужно 24 часа, чтобы схватиться как следует. Вот. У него время схватывания не очень быстрое. Он может съехать легко. Когда Санец просто клеит, это слегка клея. Хорошо. Вот. В горизонтальном положении какую-нибудь тряпочку положите и в тхань положите его. Все. Отлично. Спасибо. Все. Спасибо большое. Идем? Да. Идем. Очень красиво. Побегала. Пробежалась. Очень много людей. Очень малоиц. Какие твои впечатления? В этом году не очень? У тебя обычно всегда полная даже переваливается, да? Мира, у тебя как дела? Нормально. Какой-то улов есть. Не расстраивайся. Все. Все. Все.